Криоген Хочу рассказать о некоторых новостях, которые произошли на последнее время. Ну, прежде всего, о международных новостях. Тем более, что у Криогена это проект международный будет. Совсем недавно, 13 сентября, мы принимали в нашем офисе Дэвида Гифорда. Он является советником по медицине такой организации небольшой, Cryonics UK. Эта организация находится в Великобритании и давно занимается по возможности перфузией, креонированием. Нам надо было понять, что и как делается от их сайт Cryonics UK, как с ними работать, что они себе представляют, какие перспективы. Поэтому повстречаться с Дэвида, поговорить с ним нам было очень интересно. Встретились, поговорили. Кстати, он был у нас со своей женой. Она говорит по-русски, его зовут и Оксана. И, конечно же, разговор был большой, интересный. Мы очень много узнали и поняли о том, как развивается Cryonics UK и как можно работать с организацией Cryonics UK, потому что нам многие вещи были непонятны. Но Дэвид нам все рассказал. Также пришли наши специалисты и все были увлечены темой последних исследований в криобиологии. Вы, наверное, помните, что в марте этого года была обратимая, креонирована часть сердца свиньи, очень большой образец с очень хорошим результатом. Использовались наночастицы и разговор неизвестно шел о том, какие они есть, какие у них есть сложности, какие должны быть исследования, как их использовать. Животрепещущий такой вопрос. На следующий день Дэвид поехал с нашим директором по науке Игорем Артюховым в креохранилище. И оттуда я пока отчет не получила, но что-то не смотрели, что-то узнавали. Но на этом международная часть прошедшей недели не закончилась. На следующий день буквально к нам приехал молодой человек, ну как молодой лет, 30, зрелый уже человек, житель Китайской Республики. Я его сейчас буду называть просто господин Ши, потому что просто не успела у него спросить, насколько можно озвучивать его имя, фамилию. Сам проработал 9 лет в России, в компьютерной компании. Сейчас приезжает работать в Колумбию. Но какое-то время я спросила у меня, господин Ши, а как долго вы будете сосредотачиваться, прежде чем начнете делать компанию клиническую в Китае. Он сказал, что вот я сейчас буду очень тщательно и быстро все изучать. Когда изучу, буду быстро делать. Ну, посмотрим, будем надеяться. Все материалы, какие у нас есть для изучения, мы пришлем ему. И что будет в будущем, не знаем. Посмотрим. Но я хочу сказать, когда мы очень часто и обращаются из других стран, и приезжают крионисты. Мы ведем активную деятельность, и, как вы знаете, только собираемся ее расширять. Что же у нас еще произошло? А произошло то, что мы перенесли начало при ОСЁ компании Криоген. Сначала она у нас должна была начаться 20 сентября, потом перенесли на 1 октября, но сразу же перенесли на 17-е. Так что теперь официально при ОСЁ проекта Криоген начнется 17 октября 2017 года в 17 часов 17 минут. Почему же это так произошло? Дело в том, что как только мы начали работать и проработали 2-3 недели, к нам подсоединилась довольно сильная группа маркетологов, пиарщиков. Они в восторге от нашего проекта. Им очень все это нравится. И поскольку группа пришла очень сильная, способная закрыть все те места в маркетинге, которые мы не могли закрыть, или нам было очень сложно, мы решили немножко подождать, пока она пойдет в тему и подсоединить свои усилия. Мы очень надеемся, так что Криоген начнется. Начнется 17 октября. А почему 17 часов? Потому что это как раз начало рабочего дня в Нью-Йорке. Общеизвестно, что в проекты ICO россияне вкладывают только 7-10% средств. Возможно, в наш проект будет вкладываться в большую степень россияне, но пока что мы ориентируемся на то, что мы знаем. Поэтому имеет смысл переручить начало. Все-таки начало рабочего дня в той стране, откуда больше всего денег протекает. А в 17 часов понятно, да, а в 17 минут только для красоты. Никаких других причин не было. Но ведь это же так красиво, начать проект. 17 октября в 17 часов 17 минут 2017 года. Просто весело. Но о наших пиарщиках. Вот вы можете познакомиться с нашим недавним знакомым. Это Лев Лейман. Он маркетолог, имиджмейкер, я бы сказала. И мы встречались. Он, наверное, будет лидером нашей новой группы, которую мы соединили с нашими бывшими участниками проекта ICO Криоген. Многие его знают. Это он выступает 15 сентября. Обратите внимание, у нас прямо дата 13, 14, 15, одна за другой. 15 сентября на так называемом блокчейн-метапе. Блокчейн-метап – это мероприятие, куда приходят люди, которые заинтересованы в развитии блокчейна, в использовании. И этот блокчейн-метап 15 сентября был организован для того, чтобы познакомить представителей проектов с представителями так называемой блокчейн-СМИ. Это новая совершенно СМИ. Они не могли бы появиться просто так и конкурировать на обычном рынке, но вырастая на рынке растущим блокчейна, они остаются достаточно популярными. И я была очень удивлена, когда мы с Альбом встретились, я увидела его на сцене. Он рассказывал о том, что он пиарил, как пиарил, мне нравятся его работы, о своем новом проекте «Идеалист» называется проекты. Это проект о том, как людям хорошо было бы оцеливать идею. Я думаю, может быть, он потом еще сам об этом расскажет. И неожиданно было его встретить на сцене. У него был день рождения, так что, Лев, пользуясь случаем еще раз, поздравляю тебя с днем рождения. Расти большой и расти много гениальных идей. Я впервые присутствовала на этом мероприятии, на блокчейн-тусовке. Необычное впечатление. Все пронизано жаждой денег и ощущением некой революции. Жажда денег, ну, в каком плане? Конечно же, в зале было много представителей проектов, которые хотели бы их вывести на СИО. И они хотят денег, ну, это святое, хотят денег под свой проект, как мне кажется, это важно, потому что вы же хотите, наверное, сделать великое дело. Представители СМИ тоже хотят больше денег, правда, им сейчас нелегко, потому что спрос на них огромный. И шел некий подогрев такой зала, чтобы все ощущали единство, и то, что они важны в этой предстоящей революции. Шла такая музыка, очень активная, шампанская была от одного из спонсоров. В общем, необычно. Приятно было то, что мы завстретили некоторое количество друзей. Вот самообъявление о блокчейн-метабе, достаточно много сейчас есть, самых разных стричь и так далее. Ну, мы пошли впервые на эту. Вот я встретила, между прочим, никого-нибудь, а даже собственного зятя. Чего только не узнаешь. Это один из наших партнеров, глава фонда Нейродао Алексей Левин. Он тоже туда пришел. И еще много других друзей было, включая Замира Киева. Замир, хорошо, что ты Замир, а не против. Получили такой интересный опыт. В принципе, для того, чтобы наше оси продолжалось успешно, некоторые из нас, стейкхолдеры проекта, будут очень часто посещать мероприятия, выступать на мероприятиях, рассказывая именно блокчейн-тусовки о нашем проекте. Мы сейчас надеемся подключить сообщества англоязычные, ковречный китайский, индийский язык, как и многих других. И мы надеемся, что наш проект получит поддержку. Тем более, что это реальный проект, который и без ICO шел бы, но шел бы не так быстро. И это проект, который действительно может перевернуть мир. Так что читайте в нашем проекте «Криоген» или «Криоген» на английском, поддерживайте его и следите за следующими новостями криарусам. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok